Саратов Главным инженером саратовского филиала ЗАО «Управление отходами» Станиславом Феликсовичем Ковальским. Доброе утро, рада вас видеть в нашей студии. Доброе утро. Нелегкий вопрос мы сегодня решили поднять в рамках нашей программы, но, тем не менее, надеемся, что вы... А кто сказал, что пятница будет легкой. Да, надеемся, что вы нам поможете разобраться в этом вопросе. Прежде чем мы приступим к рассказам о том, насколько реализуется программа с отходами мусора в нашей области, Хотелось бы задать вам следующий вопрос. Есть такая истина, всем известная, чисто не там, где мусорят, а там, где убирают, а там, где мусорят. В общем-то, как вы считаете, вот к этой истине стоит относиться серьезно? Или в современном мире можно уповать на то, что есть службы, которые за нами всегда уберут, и мы можем таким образом оправдывать свое бездействие, проходить мимо мусора, бросать направо и налево отходы жизнедеятельности? Ну, я как житель города Саратова считаю, что как раз все наоборот. Каждый обязан действительно цивилизованно подходить к этому трудному моменту с мусором. Не надо мусорить. И будет чисто. Конечно. Ну, прекрасно. Мы, в принципе, сегодня целый день, целое утро и подтверждаем эту истину. Наши зрители с нами согласны. Голосуют в вопросе, что действительно нужно создать чистоту. Как быть с проблемой мусора в нашем городе? Все-таки основная часть загрязнения идет от обычных граждан или все-таки от больших предприятий, которые находятся на нашей территории? Ну, мы занимаемся именно твердыми бытовыми отходами, поэтому как бы больше обращаем внимание на отходы, которые мы с вами сами производим. Ну, то есть это и есть как раз-таки основная часть загрязнения нашей территории. Как раз теми отходами, которые производит каждый из нас. А на каком уровне сейчас находится уровень загрязнения в Саратове? Можем сказать, что мы где-то в зоне риска или мы вполне себе справляемся пока с совсем наплывом мусора? Ну, я считаю, что мы где-то посерединечки, ближе к зоне риска. Ой, это уже приятная информация. Мы на грани, что-то. Приятная информация, что-то, хотя бы не совсем плохо. Скажите, существуют ли какие-то заводы на территории Саратовской области, которые занимаются материализацией мусора? Ну, вот я считаю, что это было в 2013 году принято очень прозорливое решение руководством области и Министерством природы пользования. И именно в лице Радаева, Валерия Васильевича, мы получили большую поддержку и подписали конституционное соглашение, которое позволило нам реализовать вот эту так называемую систему инфраструктурную по обороту с твердыми бытовыми отходами. И в процессе ее реализации мы построили в левобережной части области два мусороперерабатывающих комплекса. Значит, построили современный экологически безопасный полигон. Второй полигон в Балаково мы реконструировали, тоже с соблюдением всех экологических требований. И построили целую сеть мусороперегрузочных станций. Скажите, вот как вы относитесь к сортировке мусора? Вот сейчас активно это начинают практиковать, многие люди воспринимают это в штыки, кто-то на ура. В нашем городе появляются самостоятельные инициативные группы, которые собираются? Ну, если мы говорим о том, что не сортировка, а раздельный сбор, то это действительно положительный момент. Но он не полностью решает всю проблему, скажем так, цивилизованного и экологического подхода к обороту с твердыми бытовыми отходами. Потому что там при раздельном сборе, и вот о чем вы сейчас упомянули, что существуют какие-то активные... Гражданские инициативы. Есть фирмы, которые сейчас понаставили вот отдельных контейнеров под сбор макулатуры и пластиковых бутылок. Но это не все. Основную задачу будет решать, конечно, мусоросортировочные комплексы. Потому что там происходит выбор всех долго разлагаемых фракций. И на захоронение уже идет, так скажем, то, что действительно может в какое-то короткое время перегнить. И не будет давать такого большого загрязнения нашей с вами природе. Станислав Феликсович, давайте мы вот с вами прям по пунктам разберемся. Вот обычный горожанин, он как, собрал в какой-нибудь мешочек из гипермаркета мусор, который дома у него накопился. Пошел, бросил его в бак, и вот, ну, лично в моем представлении, я думаю, что со мной согласна добрая половина наших зрителей, дальше приезжает просто мусор-сборщик, да, который сбирает контейнер, убоист его куда-то, вываливает, и все, его совести все ли на чисто. Как выглядит ситуация с этими мусороперерабатывающими заводами, ну, либо с комплексами по разделению мусора? То есть, понятно, что человек выбрасывает общий мусор, да, не отсортированный изначально. Что происходит далее? Давайте я вам коротко расскажу технологию, по которой работают наши заводы. Значит, вот с того момента, как мы с вами пришли, выбросили в контейнер свой синий или черный мешок с мусором, дальше начинается технологическая цепочка. То есть, мусоровывозящая компания забирает этот мусор, привозит к нам на завод. Значит, на входной группе завода есть так называемая система радиационного контроля. То есть, там проверяется, есть ли радиоактивные отходы или нет. После этого мусор... Не могут быть на бытовом уровне? Ну, всяко может быть. Кто-то взял... Согласен, да. Мало ли что. Кто-то взял какой-то там кусочек урана бросил. Несколько градусников разом выкинул. Да, вот. После этого, значит, мусор взвешивается и поступает в зависимости от того характера, который привезли на завод на обработку. Если крупногабарит, то он идет на обработку, площадку обработки крупногабаритных отходов, где он измельчается, выбирается там долго разлагаемой фракции и дальше идет на захоронение. Если это твердобытовые отходы, или как сейчас они называются, коммунальные, то они поступают на площадку разгрузки, где, значит, фронтальный погрузчик погружает их в так называемый разрыватель пакетов. И все наши пакеты, они разрываются, делается равномерный поток мусора и дальше поступает на сортировку. Значит, в Энгельсе сортировочный комплекс содержит две автоматических оптических машины, которые из всего потока выбивают пластик и макулатуру. Но перед этим мусор проходит еще через барабанный сепаратор. У нас барабанный сепаратор трехфракционный, он сразу же автоматически выбивает из всего потока самую грязь. Это мелкие камушки, земля, пищевые отходы, так называемый отсев. Основные загрязнения. И на сортировку мусор после вот этих машин уже поступает более-менее чистый. И дальше вручную операторы-сортировщики выбирают в зависимости от своего производственного задания тот вид вторсырья, который им нужен. То есть это выбираются бутылки, сортируются по цвету, по принадлежности поливиниловой, пиленовой пластики. И бумага тоже самая. Выбирается картон, офисная бумага, газеты, журналы, книги. И то, что мы можем вернуть уже в хозяйственный оборот и как вторсырье продаем переработчикам. Все нереализуемые фракции и то, что, скажем, уже не годится для вторичного использования, вот это дальше идет на захоронение на сам полигон. Технология непростая. Слушайте, я даже не думал о том, что это настолько сложный технологический процесс с барабанами, со всем остальным. Скажите, вот кратко, какой объем мусора можно перерабатывать от завода? Значит, плановая, скажем, мощность нашего завода в Энгельсе это 150 тысяч тонн в год. Балакова 100 тысяч тонн в год. А насколько безопасно нахождение данного завода на нашей области? Ну, во-первых, при строительстве завода мы прошли все экспертизы. Поэтому, значит, есть еще так называемая санитарно-защитная зона. В пределах санитарно-защитной зоны у нас ежеквартально идет мониторинг экологический. То есть мы проверяем выбросы в воздух, загрязнение воды, почвы. Ну, мы удовлетворяем всем экологическим требованиям. Есть надежда к улучшению. Давайте прямо сейчас прервемся на интересный сюжет. Расскажем нашим телезрителям о том, какие акции планируется проводить в этом году. Год посвящен экологии, напомним. Тонны мусора в почве, залежи бытовых отходов на дне рек, отсутствие зеленых насаждений. С каждым годом состояние окружающей среды становится хуже. Чтобы привлечь внимание жителей к этой серьезной проблеме и улучшить экологическое состояние, 2017-й даже объявили годом экологии в России. Первый шаг к улучшению экологической ситуации был сделан еще в 2015 году. Тогда на улицах нашего города появились контейнеры по сбору макулатуры. А вслед за ними и клетки для складирования пластиковой тары. Но, судя по контейнерам, набитым различным мусором, сортировать бытовые отходы за это время научились не все. Однако, надежда на то, что эта привычка у саратовцев приживется, все же есть. На год экологии у специалистов большие планы. Только в Саратовской области запланировано несколько десятков акций и мероприятий по очистке окружающей среды. Шесть стартует только в апреле. Всероссийский день посадки леса. Марш парков. Эколога-просветительская акция «Аллея Россия». Аллеи выпускников по посадке саженцев древесно-кустарниковых пород совместно со студентами вузов в зеленых зонах и лесопарка. Очистка родников области. И акция по озеленению полупустынной климатической зоны Саратовской области в Александрово-Гайском районе. Все лето с мая по август будут проводиться акции про очистки водоема с символичным названием «Чистое дно водоема» и «Хапру. Чистые берега». Освобождать дно от старых сетей и прочего мусора будут дайверы-любители. Продолжится в этом году еще один большой проект, ставший уже ежегодным. В Волге «Чистые берега». Длиться он будет с мая по октябрь. Принять участие в этих акциях может каждый житель области. Познакомиться с подробным планом мероприятий можно на сайте регионального правительства. Ну а если вы вдохновились этой идеей и уже сейчас готовы внести свой вклад в улучшение экологической ситуации, то приходите сегодня на улицу Волжская. С 12 до 15 часов дня на новой пешеходной зоне города пройдет экологическая акция – раздельный сбор мусора. Специалисты Центра гражданских инициатив не только расскажут, зачем нужно сортировать бытовые отходы, но и покажут, как правильно это делать. К сбору вторсырья принимаются макулатура, пластик всех видов, оргтехника, консервные банки, пакеты и упаковки. Принимаемое вторсырье должно быть без остатков пищевых отходов. Те, кто не успеет сегодня, смогут принять участие в акции завтра и в выходные. Продлится она до 6 февраля включительно. Друзья, вы посмотрели сюжет о том, какие акции в ближайшее время будут проходить приуроченные годы экологии в России. И, кстати, 2017 именно таким и обозначено, и именно таким годом, в общем-то, и становится. Ну, а мы сегодня с нашим экспертом, который в теме загрязнения нашего города разбирается совершенно неплохо, обсуждаем то, как каждый из нас может сделать наш Саратов чище. Вот какие бы три совета вы бы дали нашим телезрителям? Что нужно делать для того, чтобы мы жили в чистом, красивом городе? Ну, во-первых, самим не мусорить. Во-вторых, не мешать тому, кто занимается этим вопросом. Ну, и третье, участвовать во всех экологических акциях и мероприятиях, которые проводит городская власть, областная власть. А не мешать вы имеете в виду не загрязнять какие-то дополнительные участки, чтобы у них меньше времени на еду ходило? Ну, конечно. Не мешать выставить по поводу того, что уберите мусорку от моего дома да подальше. А и то, и то. Просто у людей, на самом деле, разный характер, разный темперамент. И очень сложно, конечно, всех заставить соблюдать чистоту, но все же, мне кажется, власти города тоже могут нести свою лепту. Например, добавить определенное количество урн в наш город, чтобы было куда выбрасывать мусор. Потому что порой ты можешь идти с бумажкой от шоколадки не 15, не 20, не 30 минут, и вроде бы ты не хочешь мусорить, но эта бумажка уже, в общем-то, тебе в руках надоела. И вот кому-то хватает терпения донести эту бумажку до дома, а кто-то бросает ее там за ближайший забор. Это обидно. Станислав Феликсович, и еще скажите, пожалуйста, как вы считаете, как можно привлекать внимание молодого поколения, либо более взрослого поколения к теме экологии? Но ведь год экологии, вот 2017 год пройдет, мы 1 января 2018-го проснемся и узнаем, что у нас, например, я не знаю, год Юлии Астраховой. Кто ее знает? И вот как сделать так, чтобы все-таки этот год прошел максимально продуктивно, для того, чтобы очистить нашу территорию и сознание пробудить? Вы знаете, вот на базе нашего завода в Энгельсе мы уже больше года проводим так называемые экологические воспитательные встречи. То есть у нас приезжают делегации школьников, студентов, преподавателей, где им объясняют, рассказывают о подходе к нашей мусорной теме, о том, что нужно делать, о том, как наши заводы работают, как работают мусороперегрузочные станции в районах области. И это, я считаю, достаточно большой, весомый вклад именно в экологическое воспитание людей, школьников, потому что это наше будущее. Они будут дальше уже действовать, наверное, более цивилизованно, чем мы. Хотелось бы. Ну, то есть все средства хороши. В школах лекции и популяризирующие программы. Да, ну а здесь, понимаете, еще то, что не просто это сухая лекция, а то, что они видят, что действительно работающий завод, это огромный такой механизм, понимаете? Поэтому вот это эмоциональное восприятие, плюс еще, конечно, лекция, которая им в голову потихонечку. Ну и потом зрительно, как воздействует эта картинка. Конечно. Огромное количество мусора, которое есть на нашей планете, и как здорово, что с ним кто-то что-то делает, а он не бесходно лежит по улице. Спасибо большое, что этим утром вы пришли к нам. Мы надеемся, что 2017 год для экологии станет одним из самых продуктивных, и мы сможем привлечь как можно больше внимания ко всем передрягам и историям, которые случаются с экологией, в частности, нашего родного края. Спасибо вам большое, что этим утром были с нами. Друзья, на у нас в гостях тему экологии мы обсуждали вместе с главным инженером Саратского филиала, ЗАУ управления отходами Станиславом Феликсевичем Ковальским. Вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.